У Бориса Сергеевича все ходы записаны. Вот уже три года пенсионер ведет бухгалтерию своего дома. Его цифры, говорит, никак не сходятся с расчетами управляющей компании. За год, утверждает житель многоэтажки, с него и соседей УК берет гораздо больше, чем с нее требуют поставщики коммунальных услуг. Компания «Стандарт» на все наши письма отвечала отказом. Когда мы запрашивали данные о потреблении, они нам вообще не давали таких сведений. Первую информацию я получил в районной прокуратуре, потому что она запрашивала по нашим письмам поставщика теплоресурсов. В 2010 году мы переплатили 700 тысяч. Привести к общему знаменателю расчеты жильцов и управленцев домом сейчас пытаются в прокуратуре. Правоохранители провели проверку и на основании ее результатов возбудили уголовное дело. По версии следствия, управляющая компания злоупотребила доверием жильцов и нанесла ущерб многоэтажке на миллион рублей. В надзорными мероприятиями установлено, что управляющая компания «Стандарт» в период 2010-2011 год не производила ежегодную обязательную корректировку начисляемой гражданам платы за услуги отопления и горячее водоснабжение. Самой управляющей компанией уверяют, их расчеты верны. Материал уголовного дела юристы «Стандарта» в глаза не видели. О том, что УК стало его фигурантом, здесь узнали и СМИ, и только сегодня. Мы не получили документов еще официальных, поэтому говорить очень тяжело, что там имеется в виду. Но вообще в аналогичном вопросе был рассмотрен иск в гражданском судопроизводстве, и суд признал правоту начислений произведенных управляющей компанией. То есть уже было подобное дело? Да, подобное дело было по другому дому. Тем временем в прокуратуре не исключают, после того, как делу придали огласку, следом за одним заявлением последуют и другие. В России управляющая компания «Стандарт» одна из самых крупных в Екатеринбурге. В ее ведении находится свыше 400 многоквартирных домов. Дарья Манухина, Алексей Богданов. Новости 41-го канала.